Субтитры сделал DimaTorzok Если таких линейок нет, то, наверное, есть наборные линейки. Вот ими и будем пользоваться. Все, что нам нужно сделать, это первоначальный расчет для подгиба. Чтобы шапка не была очень большая, придется все-таки сделать маленький образец и посмотреть, сколько нам нужно на наш размер головы. Мне нужно 120 петель. Я беру 120 петель. 60 и 60. Это размер моей шапки. И линейкой один к одному убираю через одну иглы назад. Они мне в течение всего вязания больше не понадобятся. Но такой момент. Для того, чтобы мне можно было сшить шапку аккуратно, по краям добавляю по одной петле. То есть у меня все иглы идут через одну, кроме последних. Последние две. Для шва. Поскольку у меня шапка не круговая, придется делать шов. Шов будет на вот этом петельном столбике. Аккуратнее, конечно, будет, если будет один петельный столбик. То есть с одной стороны. Поэтому убираю, оставляю петельный столбик с одной стороны. С одной стороны у меня две петли, с другой стороны у меня одна петля. Поэтому, когда я буду сшивать, у меня аккуратно получится одна, один петельный столбик, а не два. Так лучше. С одной стороны нет второй петли. И с этой стороны у меня две петли стоят в конце. Теперь кто, как может, у кого, какая машинка. Я буду набирать обвивом через иглу. Обвивание обвива игла идет точно так же, как каждую иглу, только здесь идет через одну. Это в два раза быстрее. Если у вас машина не вяжет обвивом, набирайте бросовой нитью. Бросовой нитью набрали, через одну иглу спустили. То есть кто, как может. Не все машины принимают обвитое начало обвивом или косичкой. Поэтому начинайте вязание так, как принимает ваша машинка. Обвиваем все иглы и вяжем двойную высоту подгиба. На вот этих иголочках, стоящих через одну. Это все очень просто, очень быстро. Поэтому обвили, провязали двойную высоту подгиба. На выбранной вами плотности. Учтите, что при таком вязании плотность не должна быть очень рыхлой. Вязание через иглу значит плотность как можно меньше. У меня обычно я вяжу на пятой, шестой. Здесь такое вязание я буду вязать на третьей плотности. После того, как мы связали двойную высоту подгиба, у нас идет ложная резинка. Берем иголку или деккер. И начинаем одевать протяжки на иглы. У нас протяжки длинные, потому что мы через иглу набирали. Ну вот так вот их и вешаем. Длинную эту протяжку через углу. Все очень быстро, очень просто. Эти протяжки отлично видны, если они набраны объемом. Если вы набирали бросовой нитью, то у вас открыты петельки, которые вы точно так же одеваете на иголки. После того, как вы одели на иголки сбросовые нити петли, можно бросовую нить убрать, она больше не нужна. Выдвигать петли, те, которые стоят в заднем нерабочем положении, не нужно. У нас рисунок тоже быстрый, поэтому они до конца вязания остаются сзади. Мы их вообще не трогаем. Одеваем и провязываем один соединительный ряд. Сейчас будем вязать рисунок. И теперь мы начинаем вывязывание рисунка. Для этого берем линейку. Один к трём. Три пропуска, один зубчик. И выдвигаем этой линейкой иголки вперед. Ориентируясь на только что выдвинутую иголку. Две задние. Если вот эта предпоследняя иголка у меня еще будет работать, то последняя работать будет всегда. Она выдвигаться вперед не должна, ни при каких обстоятельствах. Она не работает, не принимает участие в рисунке. Эта петля может выдвигаться, последняя нет. Она работает всегда. Выдвинули иголочки. И теперь провязываю 4 ряда. Если у вас машинка не берет 4 накида, провязывайте 3, убирайте все петли назад и провязывайте 1 ряд. Либо выбирайте другой рисунок. Рисунков масса, рисунков очень много. Подбирайте тот рисунок, который ваша машинка возьмет спокойно. Итак, выдвинули петли через 3. И провязываем 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Ставим все в рабочем положении. Если у вас есть рычаг на каретке, который ставит иглы в рабочем положении из переднего, включайте его. Но, в принципе, лучше рычагами не пользоваться в таких рисунках, потому что забудете и провяжите не 4 ряда, а 1. И все у вас пойдет в работу. Поэтому, когда вы вяжете такие вот рисунки, сложные, сложные не в плане исполнения, а в плане внимания. То есть 4 ряда. Не забираем в работу, 1 раз забираем. Отключайте рычаги и все делайте руками. Времени не так много занимает, зато вы при этом не ошибетесь. Два ряда на всех-всех иглах. Берем линейку. У меня вот эта петля не работала, вот эта работала. Все 4 раза. Поэтому теперь я ее ставлю в переднее нерабочее положение. То есть у меня вот эти петли стояли, теперь я беру соседние. То есть мы меняем местами иглы. Сложного тут нет ничего. И провязываем те же 4 ряда. Кому нужно, у кого нет поднимателей, язычков, уголок, следите за иголками. Поднимать такой рисунок тяжело. Ставим все в рабочее положение. Провязываем 2 ряда. Еще такой нюанс с плотностью. Если нужна очень свободная шапочка, то можно плотность сделать порыхлее на рисунке. Тогда она будет более свободно по голове сидеть. 2 ряда на всех иглах. И опять ставим в работу, оставляем в работе те иглы, которые только что у меня были впереди. Те, которые работали, идут вперед. Меняем их местами. Работают одни, отдыхают другие. Потом наоборот. И таким вот образом, вот таким замечательным рисунком, он очень ажурный и интересный, необычный, мы вяжем шапку до конца. Вы видите, я провязала всего ничего, уже вон сколько провязано. То есть этот рисунок очень быстрый, очень. То есть на всю шапку идет минут 15, наверное. Довязываем до конца. Как мы будем мерить? Я знаю, что у меня шапка должна быть 20-22 см. В принципе, можно мерить линейкой. От начала до конца. И добавить еще чуть-чуть. И тогда уже мы будем закрывать, делать донышко. Пока вяжем до конца. 20 см своей. Учтите, что подгиб в расчет входит, если только вы не собираетесь его загибать на шапку. После того, как связали нужную длину, В принципе, можно померить и линейкой. Потому что растяжение будет ненамного отличаться от того, что у нас есть. Надо собрать это все на одну нитку и стянуть. Очень рыхлое вязание. Петли идут через одну иглу. Поэтому мы можем сделать простую стяжку. Если нить достаточно плотная, крепкая, для того, чтобы она выдержала стягивание и сшивание, Оставляем эту нитку, достаточную для протяжки через все петли и сшивания бокового шва. И просто снимаем петли на петлю ловитель. Конечно, надо было с другой стороны, но... Можно снять набросовую ниточку. Можно собрать через одну иголочку. Можно вот так вот массово собирать. То есть, как вам удобно, как вам привычно. Смотрим, стяжка будет... Стяжка будет достаточно нормальная. Ничего тут страшного нет. Можно стягивать по одной петелечке. Можно стягивать как-то массово. По одной петле забираем. Есть очень большие такие петли-уловители для протягивания резинок через трубу. Можно воспользоваться ими. Если у кого-то есть, массово собрать на нее петли. С дальней стороны. И протянуть. Собирайте петельки, как вам кажется удобным. Все сразу или по одной. Это не важно. Практически шапка уже закончена. Ее останется только стянуть и сшить. Оформить верхушку можно по желанию. Можно ничем не оформлять. Можно помпон пришить. Можно кисточку, пуговку. Все что угодно. Если вам не нравится такая простая макушка, закрывайте чем хотите. Смысл этой шапки в том, что она вяжется очень быстро. Пряжи при таком вязании тратятся минимально. Минимум. Вот я сейчас закончу эту шапку и мы ее взвесим. Посмотрим, сколько она весит. То есть, сколько пошло пряжи на вот такое вот изделие. И выглядит она достаточно прилично. То есть, это не быстрая бросовая вещь. Это вещь, которую можно носить. Если вам сию минуту занадобилась шапка, либо просто шапка ажурная, но без фанатизма, что называется, вы можете связать такую шапку буквально за полчаса. То есть, на нее больше времени и не нужно. Вот этот рисунок вяжется минут 20 весь. Плюс небольшой расчет планочки. И все, полчаса и у вас такая замечательная шапка готова. Встали и пошли. Вдруг похолодало, за полчаса все обеспечили утепление. И так далее мы снимаем на нитку все-все петли. И стягиваем. Самый простой и быстрый способ снять петли, это мы с помощью двумя декерами. Мы снимаем на один декер. Но учитывая, что нитка у нас находится... Ой-ой-ой, вот она тут... Сзади, я не могу этим декером воспользоваться. Значит, я беру второй декер. Ой-ой-ой. Пересаживаю на него все петли. Аккуратненько. И вытягиваю нитку. Гораздо быстрее получается. То есть, при таком снятии петель, мне ничего не мешает, ничего нигде не цепляется. Очень удобно и очень быстро. Снимаем сразу много-много, сколько у нас помещается на один петлеуловитель. Там пол шапки можно снять таким способом. Пересаживаем на второй декер и массово протягиваем веревку. Во-первых, веревка не портится от такого, потому что ее не надо постоянно вытягивать через каждую петельку, она не протирается. Но это надо делать аккуратно. И мне не очень удобно с этой стороны стоять, потому что не мешает штатив. Когда вы будете делать, вы будете стоять прямо перед вашим вязанием и вам ничего не будет мешать. Вы спокойно сможете протянуть эту веревку и снять ее очень быстро. Снять петли на стяжку. Теперь нам остается только определить, где у нас верхняя часть, где нижняя. Вот это у меня лицевая часть, вот это у меня изнаночная часть. Они обе красивые, они обе замечательные. Определяем, что у нас будет изнанка, что у нас будет лицо. И складываем лицом внутрь, прошиваем боковой шов. Наша быстрая шапка готова. Замечательная совершенно, очень быстрая, легкая, ажурная шапочка. Не на холод, не на ветер, конечно, но такой прохладный день спасет нашу голову от холода. Полчаса и все. Такая красота у нас есть. Если вы выберете другой цвет, она будет смотреться совершенно по-другому. Я говорила, что мы взвесим шапку. Ставим 0,22 грамма. То есть эта шапка не весит ничего. И при этом она абсолютно полноценная, совершенно замечательная, легкая летняя шапка. У нас хорошо выполненный шов сзади, у нас хорошо выполненная макушка, у нас отлично выполненное вязание. Вязание легкое, ничего не весит, но на слегка такую прохладную погоду вещь просто незаменимая. Такая вот отличная вещь получается за полчаса работы. Продолжение следует...